Мы говорили с вами в последней передаче о городах, в которых скрываются убийцы, города-убежища, и вот остановились на такой фразе, если же выйдет убийца за пределы города, убежища своего, куда он убежал, и найдет его кровомститель вне предела города, убежища его, и убьет кровомститель убийцу, то на нем нет вины крови. Да. Да? Конечно, ну а как же еще? Для чего же он прятался в городе? Чтобы его не убили. То есть не надо выходить из города? Да, но это по законам нашим. А в принципе, если мы... То есть по законам человеческим, как это звучит, но в принципе Тора говорит же не об этом, она говорит о том, как надо предохраняться от своих вредных сил, которые внутри тебя сидят, ты должен прятаться в правильные отношения между людьми, и ни в коем случае не покидать их. А если ты выходишь за рамки своего общества, которое тебя держит, поддерживает во взаимном договоре, взаимном поручительстве, ты теряешь с ним связь, выходишь за пределы города так называемого, то тогда ты подставляешь себя под всевозможные опасности. Твой эгоизм начинает тебя убивать. Это кровомститель. Кровомститель, да, он будет тебя преследовать, будет тебя убивать. Короче говоря, нельзя тебе убегать из города, в котором ты можешь сохраняться. Что значит сохраняться? То есть человек представляет собой вообще всю Вселенную. Есть в нем желание, которое он может исправить. И тогда он живет свободно везде. Он также находится в таких желаниях, которые он в принципе исправляет, но исправляет неполным образом. Вот часть из этих неполным образом исправленных желаний и называются такие, которых он якобы убивает нечаянно. То есть не подготовлены точно к ним, к тому, чтобы их исправить. И в таком случае он должен защищаться. И для этого и существует вот такого типа связь его с окружением, которое называется город-убежище. Очень интересно сегодня. Это очень непростая такая система. Но все это вообще. Вся тура говорит только о том, каким образом мы должны быть взаимосвязаны между собой. И вот вся эта пустыня между нами, или десятки, или сотни тысячи, как собрание войск, двенадцать колен. По большому счету города-убежище получилось. Города-убежище, да, вот все эти. Сама земля Израиля, что называется, вся эта поделенная на две части, за Иорданом и до Иордана, на двенадцать колен и так далее. Само колено, которая за Иорданом половина и половина внутри. Это очень интересное все деления. Причем заказано заранее, где каждый будет жить. Запрещена связь между коленами. Кажется, должно же быть наоборот, все вместе. Нет. Нет, вот ты в этом колене, ты можешь жениться только в этом колене. Ты должен жить только на его площади. Ты не имеешь права никуда уходить. Ты не имеешь права строить дом на территории другого колена. Смотри, как все, с одной стороны, замкнуто всеобщей любовью, всеобщей взаимной связью. Да, как бы, живите вместе. Они же при входе в землю Израиля достигают состояния взаимной любви. Как же при состоянии взаимной любви мы не можем вместе перемешиваться? Вот интересно. Нет. Мы должны именно сохранять каждый свой удел и жить под своим, так сказать, виноградником, под своей... Крышей. Крышей, пальмой и так далее. То есть вы сейчас как бы сказали... Почему? Это, в принципе, ответ очень простой. Потому как наше тело существует. Оно существует именно потому, что в нем существуют совершенно различные органы, которые работают в разных режимах, абсолютно в разных. Сердце стучит так, легкие так, и вообще почки, печень... Все работает на разных уровнях. У каждого из них свои внутренние законы. Если ты возьмешь на проверку все эти органы, они выделяют разные вещества, они совместимые отчасти. И только совместно их правильная работа, она дает, в общем-то, живой здоровый организм. Так именно тогда это получается, когда один не вторгается в другого, а работает строго по связи между со всеми, по определенной схеме. Так вот, самое главное, это схема. Вот Тура и дает эту схему, железную схему, по которой ты должен, с одной стороны, быть отделенным от других, точно отделенным, ограниченным и отдаленным, и в связи с другими. Вот это вот противоречие между ними и объединение вместе с противоречиями. День и ночь, плюс и минус, правильно собранная между собой система, она именно вот таким образом и функционирует. Только лишь на противостоянии двух противоположных сил. И на их связи над их противостоянием. Это очень интересно. Закон отрицания отрицания. Это очень интересно. То есть, я вот еще раз повторю то, что я сказал. То есть, каждый существует в городах-убежищах практически. Иерцесраиль город-убежища. У каждого, да, да, да. И существует определенное количество наших внутренних свойств, которые обязаны быть внутри городов-убежищ.